Но сегодня не об этом и всем шалом Ялта-Севастополь, кого я вижу, было предчувствие, что вы будете, а вы прилетели на запах мяса, где труп там соберутся орлы. А почему они там собираются? Они чуют запах мяса издалека и летят туда. И вот мы как орлы сегодня собрались над мясом. Ну на слово труп немножко обескураживает. Но что сказать, орлы едят, падали, чтобы вы знали, как бы это не было не очень красиво, потому что это мясо. Они едят мясо. Конечно, если есть возможность завалить овечку, да, есть попугаи. Попугаи, которые овечку могут унести маленькую. Вот такие большие есть на планете Земля попугаи. Охотятся иногда на маленьких зайчиков-овечек попугаи. Такие. Хорошо, ну здесь-то попугаев нет, крымчане. Смотрите, Израиль это тайна. Тайна это то, что нам непонятно, неизвестно. Смотрите, как, вот я смотрю, прошел какой-то отрезок. Вот 20 лет, 20 лет я читаю Библию, молюсь, знаю Святого Духа, общаюсь с церковью. И вот за 20 лет такие я вижу периоды, первый период. Ничего не знаешь, счастливый, веселый. Знаете, написано, умножаешь познание, умножаешь скорбь. Вот познания нет. Иисус любит тебя и ходишь, всем об этом говоришь. Я сделал в школе, когда я еще веровал, еще в школе учился, 9 класс, 10. Сделал значок, я люблю Иисуса. И носил его. И знаете, некоторые учителя стали меня не любить. Два, физрук и биология. Биология, потому что я всегда говорил, что Бог сотворил человека, никакая не эволюция. И физрук просто почему-то не любил Иисуса. И потому что я полюбил Иисуса, Он не взлюбил меня. Ставил мне тройки всегда за физкультуру. Поэтому я закончил школу с тройкой по физкультуре. За имя Иисуса Христа. Но это был легкий период. Дима Крюковский, мы познакомились, мы все время молились. Ничего не надо, денег нет, работы нет. Пешком ходили домой на служение. Вообще даже на троллейбусах не ездили, потому что не было денег. Вот так, ходили туда-сюда. И знаете, беззаботное такое время, второй период. Начитались, начитался я, наслушался. Съездил на конференцию, пожал руку Ледяеву. У меня в моей Библии Ледяев написал и расписался пожелания. Я всем показывал. Он мне написал, вникай в себя и в учения. Занимайся этим постоянно. И роспись. Я говорю, у меня Ледяев расписался в Библии, ребята. Это сразу повышал статус в глазах остальных христиан, у которых нет такой росписи. Ух. А когда я в Москве учился, туда же звезды много приезжало. И у меня была вторая Библия. Там столько автографов. Вот просто нет места. И Карл Густав. Ну, вот пришел такой период, когда начитались, наслушались, наездились. И приходит понимание, что ты все знаешь. Что ты уже такой опытный. То есть, Библию прочитал всю не раз. Вот я все знаю о Боге, об ангелах. Как Бог робит, как Бог не робит. Ангелы, какие они там, иерархия, как они выглядят, где они там стоят. Могу ими руководить. Вот такая пришла. И вот третий период приходит то, что ты ничего не знаешь. Геш, что ты где-то вообще далек от всего этого. Я слушаю Гешу. Гешу, Гешу, знаете? Геша, ушевец. Ушевец. Пели его песню сейчас. Я ухожу в синие горы. И он, когда был у нас в школе Христа, он проповедовал. Он сказал, ну, мы молимся Богу. Говорят, что Он есть. Но вот я лично не видел. И такой, да, немножко, думаю, что этот человек, что он мне расскажет. Но на самом деле, читаешь, думаешь, где я, где это, где Бог. И вот чем больше понимаешь, какой Бог, тем больше понимаешь, что ты его не знаешь совсем. Ты знаешь маленькую часть, которой ты думал, это все. И как его классифицировать, в какую его книгу можно поместить и сказать, книга о Боге. Полная, вот полная, нечего добавить или убавить. Библию понять. Вот я думал, я знаю Библию. Да я один стих не могу понять Ефесянам 3.10. Можно сидеть и читать днями. И не сказать, все, вот теперь я его понял. Можно читать 11 стих. Понимаете, насколько все по-другому. Вот эта наивность детская, которая у нас была в детстве, в младенчестве. То есть, когда ты раз взял в руку палку, я рыцарь. Взял пистолет, я солдат. И все, и так легко было входить в образ. Сейчас же мы так, ты понимаешь, чтобы чего-то достичь, нужно очень много вложить. Вот чтобы стать воином, да ладно воином, чтобы там, не знаю, в музыке, в спорте достичь чего-то. Ты понимаешь, годы надо положить и каждый день, каждый день туда что-то помещать. Своё время, своё тело, свои мозги. И вот мы говорим тайне, тайна, тайна. В Библии так много про тайну написано. И тайна Господня, она должна открыться, иначе это неправильно. Бог не говорит нам, это тайна, этого вы не узнаете никогда. Наоборот, Он говорит, я хочу открыть. Вам дано знать тайны. Нам дано знать тайны. Это не будет для нас какая-то высшая геометрия математика, в которую смотришь и ничего не понимаешь. И вот несколько моментов. Сегодня не будет такой, вот я не буду делиться каким-то откровением, после которого вы скажете, о, наконец-то я всё понял. Аллилуйя, я пошёл. Скорее всего, больше придёт хаоса ещё в нашу голову. То есть, знак вопроса станет такой обведённый ещё раз. Жирный такой знак вопроса. И это всё должно нас побудить, как я понимаю, искать. Каждого искать. Лично. Что это, Господь? Я не хочу просто килограмм картошки купить и быть довольным. Наварить её, натрескаться. Я говорю, всё, душа, иди спать. Я хочу. Я уже, как Серёжа разговариваю. Я хочу понять. Пока моя жизнь не закончилась, она скоро закончится. Осталось немного. Немного. При нынешней обстановке в мире. И вот первый момент. Я не помню, где это написано, но это где-то там у Соломончика. У Соломончика, насколько я помню. И он говорит, я посмотрел на этот мир и понял, не сильному достаётся победа. Не проворному бежит быстрее всех. Вот как у нас в физическом мире? Вот мы ищем причинно-следственную связь. Ты что такой сильный? Я качался. Опа. Качал штанги, гантели. Стал сильным. Или купил лотерейный билет, выиграл миллион. Мы ищем всегда какую-то причинно-следственную связь. И в физическом мире это так и работает. Почему там я так люблю Диму, к примеру, с Ялты? Потому что Дима раз, два, три что-то сделал. Есть причина, есть следствие. Или почему я не люблю там какую-нибудь, скажем, Жору? Его здесь нет. Абстрахтно. Потому что Жора вот это, вот это и вот это мне сделал. И мне не хочется его видеть. Причинно-следственная связь. То есть и нас вот как бы учат так. Я не знаю, как это на основании Библии работает или нет. Нас учат. Сделай это, получишь это. Дай то, придет это. Посеешь, пожнешь. И рождается такой, ребята, менталитет у нас. Что с Богом это работает вот как на таком же вот причинно-следственной связи. Так, Бог, сейчас смотри, я пощусь. Я пощусь, ты даешь пробуждение. Договорились? Договорились. Хорошо. Сорок дней. И в посте. Сорок дней заканчивается, я не понял. Не то, что такое пробуждение. Хуже все стало вообще. Денег нет. Заболел. Машину побили. Я не понял. Тебе пробуждение, где излияние, где толпы шажетущих спасенных. Где к ногам апостолов имения? Где это все? И вот мы вот так вот как-то вот были устроены до последнего, вот до последней пятилетки. Когда это все поломало уже, Господь. Мы ищем какую-то причинно-следственную связь вот в таких своих заслугах, в своих делах. Так, а если я не буду поститься, пробуждение не придет. Правильно? Ну, как бы и да, и нет. Может, да, может, нет, ребята. Вот я, к примеру, нужен мне финансовый прорыв. Нужен финансовый прорыв. Самая частая сейчас тема в церкви почему-то. Мне нужен финансовый прорыв. Что надо сделать? Пастор, скажи мне, что тебе скажет пастор? Посей! И прав ли он или не прав? Он и прав, и не прав одновременно. Посей! Посеял! Бух, прорыв! Хо-хо-хо! Пастор, вот тебе там двадцатино за это посоветовал. Или вообще нет. Ты говори, пастор, где прорыв? Я посеял, все, ничего нет. Где мой прорыв? Я не понял. Сейчас тебя порву, пастор. Где прорыв? Вот как это работает. Смотрите. И вот эта вещь, немножко странное откровение. Но в прошлое воскресенье Бог нас подготовил. Истина, граничащая с Ересью. Кто не был. Не ищи причинно-следственной связи в духовном мире и в Боге. То есть, как в физическом мире. Если я качаюсь, 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 я становлюсь сильным, сильным, сильным. Не сильному достается победа. Не проворному бег. Но победа от Господа. Господь кому хочет, тому дает. А если он не хочет, хоть постись, хоть жертвуй, хоть молись. Не будет. Ему руки заломать нельзя. Не будет. И поэтому, когда мы постимся, когда мы молимся, когда мы служим тут Богу. У нас остается одно, по сути. У-па-ва-ни-е. Седрах, месахов, ды-нага. Вот это сильная вещь. Господь спасет нас от этой печки. Но если и не спасет, мы все равно не будем поклоняться истукану. Вот что такое вера. Это не вера, что Бог меня спасет и все, по-любому. Он может спасти. Я уповаю на это. Я надеюсь на это. Но если это не произойдет, не придет прорыв, не придет пробуждение, я все равно останусь верным. Господь сказал, постись 40 дней. Окей, я пащусь 40 дней в послушании Богу, а не для того, чтобы пробуждение пришло или прорыв пришел. А потому что Отец мне сказал это делать. И я это делаю. Хоть даже ничего не произошло после этого 40-дневного поста. Прям вот такого. Если вот такое, конечно, что-то происходит с человеком. Но совершенно другая цель тогда. Вы улавливаете о чем? Не ищи причинно-следственной связи в духовном мире. Так, сейчас мы вот тут связали, так там и развязали. Все, сейчас должно заработать. Смотрим. Что-то не работает. Плохо связали. Еще разочек. Поехали, свяжем. Наша задача просто. Быть послушными Богу. Все. А Господь сделает, что Ему угодно. Угодно. Это просто. То есть, предъяв каких-то Богу, у нас права нет. Вот я постился. Вот я молился. Вот я жертвовал. Вот я читал эту Библию. Ходил в эту церковь. И где? Где вот это обещанное? Идем в землю, текущую молоком и медом. Идем. Уап, в пустыню. И вот это одна из целей. Одна из целей, ребята, съездить в Израиль. Это попасть в израильскую пустыню. И понять, что это за пустыня. Это не Сахара, пустыня с верблюдами, там, мягким песочком. Это скалы острые, как ножи. Это вот такое все. Там нету негде идти. Там скалы, горы в перемешку с песком. Везде все сыпется. Там наступаешь, оно все сыпется под ногами. У меня ноги болели двое суток после этой пустыни, когда мы там погуляли. Чуть-чуть. А у них ноги не пухли. А у меня распухли. Чтоб я понял, что какое чудо было. И вот Бог приводит их в пустыню, знойную. Вместо текущего этого меда. И что говорят ребята? Пошли назад. Пошли назад. Хорошо. И вот откровение. Первое. Чем ближе царство, тем сильнее искушение. Чем отличается Божья милость от человеческой? Чтоб вы поняли. Можем ли мы жалеть и сострадать людей? Мы очень хорошо умеем жалеть и сострадать. Нам их иногда больше жалко, чем Богу их жалко. Вот так создается впечатление. Так вот, хороший пример. Стоматолог. Ну, ты на своих зубах прочувствовал. Приходишь. Давай чистить зуб. Надо сверлить. Убирать гниль. Гнилой зуб. Укололи. Сверлим. Оп. Больно становится. Не бери от наркоз. Надо терпеть. Ой, 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 больно, 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 больно. Но там не все вычищено. Надо терпеть. Ай, ой, ой, больно. Что сделать человек? Хорошо, хорошо, я не буду тебе делать больно. Ставим пломбочку. Чтоб ты не страдал. И вот эта человеческая милость приводит к тому, что там вот такой потом вот нарыв. Этот зуб вообще убрать надо. Но Божья милость будет продолжать чистить, пока не останется ни одной точечки. Как бы больно не было. Она скажет, сиди, терпи. Терпи. Нам надо закончить до конца. Поэтому чем ближе царство, тем сильнее искушение. То есть, если с нас вылазит какая-то гадюка, гадюка вылазит. И мы, Господи, хватит уже, обруби уже ее. Он не обрубит, пока всю не вытащит. Эту глисту. Греховную. Нельзя ее отрезать. И остальное туда-назад упало. И тебе полегчало, что не торчит ничего со рта. И мы не знаем, сколько там этих метров надо вытащить. Ну пусть вытаскивает все до последнего. Сантиметра. Ничего не осталось. И милость Божья вытащит. Человеческая милость. Быстрочек зашить. Все, смотри, какую гадюку достали. Классно же. Ну половина осталась там в этой гадюке. И она там еще хуже все потом сделает. Что человек будет думать, что он свободный. А он не свободный. И вот, ребята, мясо. Мясо. Жуйте его хорошо. Римлянам 11 глава. А, вот почему. Вот я теперь понял, почему нас в Израиль Господь все не повел. Смотрите. 11 глава римлянам. Одно из непонятых мест Писания. Хотя, казалось бы, все очевидно. 11 глава. 25 стих. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой. Ребята, тайна. Тайна это для нас. Видите где-то тайна? Хватайтесь, как бультерьер, в руку. Шук. И не отпускайте. Не отпущу, Господь. Хочу понять тайну. А Павел говорит, я не хочу, чтобы вы были в неведении о тайне этой. Чтобы вы не мечтали о себе. Что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И вот подумайте об этой фразе. Полное число язычников. Заметили, что у Бога с числами особые какие-то отношения. Есть столько всяких чисел. Есть книга целая. Числа. Где перечислены эти блюдца, эти серебряные чаши. Эти подставки, крючки все. Все учтено и посчитано. И он говорит о полном числе. И чтобы вот еще усилить, усилить Исайя 40. Смотрите, 26 стих. Поднимите глаза ваши на высоту небес. И посмотрите, кто их сотворил. Кто выводит воинство их счетом. Миллионы вот этих планет, звезд. Кто их всех посчитал? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. То есть, казалось бы там, что планеты больше, планеты меньше. Нам все равно. Мы не знаем сколько волос на голове, что нам эти планеты в далеких галактиках. Что там погасла звезда. Не погасла. А Бог наш такой, что у него ничто не выбывает. Есть полнота. И он говорит, что должно полное число язычников куда-то войти. Подумайте. Просто подумайте. Не спите. Подумайте. И когда войдет полное число язычников, начнется развязка. Весь Израиль спасется. То есть, Израиль сейчас отломился, чтобы какое-то количество язычников вошло куда-то. Ну, скажем, там спасение. Полное число. То есть, к примеру, он назначил 7 тысяч. Значит, должно быть ровно 7 тысяч. И пока 7 тысяч нет, будем ждать. Как маршруточники, знаете. Ждем. Может, поедем уже? Нет. Полного числа нет. Вот пока не войдет 24 по числу мест. Будем сидеть. До завтра будем сидеть. Год будем сидеть. Я же заплатил. Не волнует. Полное число должно войти. Таков наш Господь. У него 144 тысячи. У него 24. Почему не 25? Можно я там 25? Тебе что, жалко, Господь? Есть полнота. Смотрите, у нас есть, допустим, правительство. Там есть какое-то количество депутатов должно быть. Правильно? Не больше, не меньше. Если больше или меньше, это уже нелегитимно. Не считаются эти законы легитимным правительством. К примеру, если царство. Вот скажите это слово. Царство. Царство. Мы живем уже как бы в то время, когда царств нету, но есть государство. Поэтому в 39 царстве, в 30 государстве где-то рядом. Царство, государство. Вы понимаете, о чем речь. Но царство все-таки более точное. Более точное слово, потому что мы говорим, да придет царство твое. Как вообще работает царство? Кто самый главный в царстве? Царь. Его знают все. Но царь, он же не... Ну, царство это как власть. Царь, мы говорим, это власть. Царь едет на лучшей колеснице, лезет. Лучшая еда у него. Все лучшее. Золотая корона. У меня даже золотых нету там, часов. А у него золотая корона. Золото. То есть богатство, золото и власть. Но как работает царство? Вот Россия. Как царство. Кто царь в России? Владимир. Да? Ну вот, к примеру, надо эту запустить, построить мост, запустить вот это электричество. Это же не он бегает, делает. Он только что говорит? Сделать. Где слово царя, там власть. Есть. Министры. Сделать. Сделать. Записали. Министры зовут других каких-то. Сделать. Царь сказал сделать. Те зовут эти компании, подрядчики, директора, какие-то заместители. Сделать. 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 И Ваня делает. Какой-нибудь из жмеринки. То есть, царь не бегает и не защищает свое царство сам. Не воюет сам. Царь он правит. Но есть власть. То есть, и у царя нету всей власти. Свою власть он делегирует. Правильно? То есть, ты там, Сережа, вот тебе твоя сфера ответственности. Теперь ты представляешь меня там. Если кто-то там плюнул в лицо Сережи, все равно, что мне плюнули. Вот как работает власть. То есть, но власть она не резиновая. Хоть пытаются в современных государствах чиновников столько же, сколько и простых рабочих людей. Но власть не резиновая. Есть какой-то лимит или полнота власти. К примеру, вот сто. Сто. Это, ну, к примеру, образно говоря, вот она полнота. Сто единиц чего-то. Полнота власти. И вот эту власть Господь разделил. Разделил, разделил. Вначале, перед тем, как сотворить небо и землю. Перед тем, как сотворить человека. Он сотворил ангелов. Ангелов. И в Библии мы их знаем под простыми именами. Начальство и власти. Начальство и... Что за власти? А теперь любимое место из Писания. Нет власти не от Бога. Римлянам читали? Нет власти не от Бога. Потому что власть у Бога вся. Вся. И эти начальства и власти имеют власть по одной причине. Им дано. Что сказал Иисус Пилату? Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было тебе дано. Читаем Даниила, там, откровения, где описаны какие-то плохие ребята. И там сказано, и дано была власть зверю, и дано было ей мучить, и дано, дано, дано. То есть, власть это дается. А если царство у сатаны? Иисус сказал, что у него есть царство. У сатаны царство. Если сатана разделится сам в себе, как устоит его царство. Царство это во многом система установленной власти. Думайте, ну, кушайте мясо, кушайте, жуйте. Если не лезет, положите в карман. Ну, хотя бы пососите его. Соки. Потому что это важно. Это важно уразуметь. Это не сложно. Если у сатаны есть царство, значит, у него есть власть. А нет власти не от Бога. Как быть? Как быть? Что это за демоны со властью, которая вся Божья? А вот так и есть. А вот так вот и есть. Чтобы Отец установил этих ангелов начальство и власти. И дал им власть. И эти ангелы не сохранили своего достоинства. Но третью часть звезд увлек хвост его с неба. То есть, третья часть ангелов не сохранили свое достоинство, но сохранили свою власть. Так что сам Бог называет их начальство и власти. И у нас с ними война, брань. Иными словами, от сотни отняли тридцать три. Поняли, да? Осталось две трети. Там власти. И одна треть ушла. То есть, образовался вакуум. Нету полноты. Потому что Царством Божьим править бесы не могут. Участвовать в Царстве Божьем. Поэтому у них свое царство. И оно противится Царству Божьему. И вот тут на арену выходит церковь. Ту-ту. И Ефесянам 3.10. И вот мы 20 лет поем, поем, поем. Наконец-то начинает доходить. Что это не песни. Это жизнь наша. Это наше вечное предназначение. Если отец сказал, пока полное число язычников не войдет, маршрутка не поедет. Хоть запастись ты там, сиди в этой маршрутке и пастись. Нам нужно, чтобы вошла полнота. И он ищет. Он ищет. Он призывает. Ага, званные не пришли. Давай, нам все равно надо наполнить пир. Пройди по улицам, собери всех. Что происходит? Что? Что происходит? А происходит то, что власть сегодня... Есть у врага. И то, что мы, как церковь... Ну так, это не то, что Господь в... Как вообще о Боге говорить? Тяжело о Боге говорить. Он такой, как о нем говорить? Он очень слишком большой, чтобы о нем говорить. И все, что ты скажешь, это уже как бы отчасти не то. Вот, ну, песчинку вот такую я скажу. У него нету депрессии, у него нету головной боли, у него нету... Как вот мы, не знаем, что делать. Как же делать? Как Ромку заставить взять власть? Как Димку? Что с ним делать? Как его вообще активировать? Нет. Он смотрит за нами. Я верю, он радуется. Он видит, как мы растем. Он видит, как мы не просто какой-то балласт, какой-то планктон в этой жизни. Мы ищем. Когда молимся, когда читаем Слово, когда общаемся, мы ищем. Мы ищем. И он даст. Ищите и найдете, он сказал. И вот он нас привел в эту духовную брань, которая не просто какой-то вариант служения или вариант молитвы. Нет, это вся жизнь. Это нутро, это сто процентов нас, вовлеченных в духовную войну до конца жизни. Теперь я понимаю, о чем Дарик Принц писал. Что мы обречены на духовную войну до прихода Иисуса. Все. Она не закончится. Он закончит ее. Это значит, нам лучше научиться воевать, чем сидеть и думать, а я не воюю, а дьявол поражен. А-ля-ля, а-ля-ля. Ну да, пока я в песочнице, это так работает. Папа руку положил, детей не трогать. Но и царство не продвигается. Царство сатаны, царство Божье. Царство Божье на небе. На небе все отлично. В царстве отца нету бесов, нету одержимых, нету больных, нету противящихся. На земле это все. А на земле мы. Мы, у нас есть тела. У бесов тел нет. Они хотят тела. Не ищут в ком пожить. Хоть в коте, хоть в вороне какой-нибудь драной, но пожить. Я просто подозреваю, что бесы в ворон у нас во дворе вселились. Они кидают орехи мне в машину, прилетают. Сигнализация, они прилетают. И я уже задумываюсь о покупке оружия. Для отстрела демонических ворон. Они ищут тело, хоть какую-то, хоть куда-то войти, чтобы пакостить, чтобы вредить. Но у нас есть тела. Это наши тела. Если бес куда-то вошел, это не его тело. Его оттуда вышвырнуть можно. Нас из нашего тела только отец может достать. Но пока мы в теле. Представьте, это тело имеет право на эту землю. Оно из этой земли вылеплено. Но в этом теле живет Дух Святой. Он сказал, вселюсь в них. Буду ходить в них. Кто вселится в нас? Котик какой-то чеширский или кто там? Дух какой-то, душок. Нет, Саваоф. Элухим. Юд. Эй. Вав. Эй. Который знает все звезды по имени. Которые тем более волосы у нас на голове посчитаны. Он взглянул и уже знает, у кого сколько сегодня потеряно. Он говорит, без воли отца не упадет. Стоишь и думаешь, да, по утрам, глядя на расческу. Отец. Да будет воля твоя. Волосы уходят по чуть-чуть. Мудрость приходит. Волосы уходят. Странная, да? Парадокс. Иногда зубы. Ну, ладно. Он сказал, вселюсь с них. И вот мы, люди, подверженные греху, рожденные во грехах. Помните, что пишет Давид? Я во грехе зачат. Во грехе меня родила мать. А чрево прозвано отступником. Вот мы вот во всем этом родились. Кто-то хлебнул этого дерьмеца. Покушал, да, какое-то время. Пожил в этом болоте. Поплавал. И вот в этом всем Господь нас призывает. Он говорит, я нашел тебя валяющейся у дороги в крови. В грязи отмыл, почистил. Почему он избрал Израиль? Самый тяжелый народ на земле. Самый непокорный. Самый буйный. Самый отступник. И он на нем показывает свою великую любовь. И сколько, он говорит, сколько я тебе не делал добра, Израиль. Ты всегда отступал. Ты всегда ходил блудить под каждым деревом. Под каждым этим кустом был, удодействовал против меня. Я все равно тебя люблю. Даже когда я гневаюсь, это не навек, это на мгновение. Но потом моя милость. И вот нас Господь в этом всем, мы такие несовершенные. У каждого по скелету там в шкафу. То и по два. И мы думаем, хоть бы кто не увидел этого скелета. Хоть бы кто не пролез туда в голову и не понял, о чем я думаю. Иногда на тебя человек смотрит, думаешь, может он понял? Дима приезжает. Я-то с Димой близко общаюсь. Иногда думаешь, у Пророка, как сканер. Сейчас что-то скажет такое. Вижу тебя насквозь. И вот это все Господь призывает. Для того, чтобы мы начальство и власти поставлены для управления землей. Они не в космосе, они здесь. Народы. Мы называем их там иногда территориальные духи. Какие-то личности демонические, мероправители их называют в Ефесянам, наделенные властью. И когда мы стали копать тему апостольства, знаете, что Бог показал? Что делают апостолы? Они бросают вызов этим начальству. И когда они их смещают, появляется пустой престол, на который кто-то должен сесть. Не бывает, да, вот если что-то с президентом случается, сразу кто-то на его престол садится. Временно, а потом выборы. Потому что страна не может без президента, без царя, без власти. Видели такое? Вот мэра нет Симферополя, умер, к примеру. И никому дела нет до этого. Да там сразу, он еще не успел умереть, уже там уже сидят три попы и толкаются. Кто бы захватит престол. Поэтому как только начальство или власть, вот эта демоническая власть смещается, ее должен кто-то занять, этот престол. Потому что престол от Бога. Власть от Бога. И его занимают апостолы. Апостольская церковь. И это то, что Господь определил для нас. Чтобы эта полнота была полной. Полнота власти. Которую займет церковь. Церковь. Но мы еще, мы еще так далеко от этого. Даниил, седьмая глава. Я не буду затягивать, я буду заканчивать. Много мяса тоже нельзя. Просто хотя бы, хотя бы, чтобы сегодня вы, пусть там много вопросов, много этих вот технических, как это все сделать. Ну поймите, к чему мы призваны. К чему мы призваны. Он сказал, кто побеждает, тому я дам власть над язычниками. А кто сегодня имеет власть над язычниками? Демоны. Демонические вот эти вот начальства и власть. И Бог говорит, побеждающему дам власть над язычниками. И он их будет пасти жезлом железным. Обетование. Даниил, седьмая глава. Читаю. А я ее, я прочитаю вот отсюда, из этого перевода. Даниил, глава 7. И подытожим и хватит. Значит, смотрите. Здесь описан зверь. Дух. 25 стих. Он будет вести речи против Всевышнего и притеснять святых Всевышнего. Замыслит отменить праздники и закон. И святые будут отданы во власть ему. Вот так вот. На один срок, два срока и пол срока. Но! Мы можем это отменить? Нет. Это Бог определил. Потому что, если это не произойдет, не произойдет следующее. Но! Но! Воссядут судьи. И отнимут у него власть. Если бы, я понимаю это так. Если святые бы не попали в его плен, то не было бы возможности сесть судьям и судить его. Поэтому Ишуа пришел сюда, в тело. И написано, что он взял грех в себя. На себя взял грех. Он не рядышком там палочкой поковырялся в грехе. Там написано, он стал грехом. И почему-то именно змея образ Иисуса на кресте. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесенным сыну человеческому. А змея мы знаем нехороший. Змей, обольстивший Еву. Змей грех. Древний змей. Сатана. Это нехороший образ. Но он стал грехом за нас на кресте. Он взял в себя. И это позволило произвести суд. Отнять власть. Отнять все, чем он владел. Лишить силы. И он говорит, что восядут судьи. И отнимут у него власть. Он будет погублен навсегда. Уничтожен. Аминь. А народу святых Всевышнего Будут отданы царственность, власть и величие всех царств под небесами. Царство Его, царство вечное. Всякая власть подчинится и покорится Ему. Вот такие вот результаты. И это для нас. Это для народа Божьего. Не для каких-то ангелов, суперменов. Для народа Божьего. Вот почему мы проходим под гнетом. Почему мы попадаем в рабство ко греху. В рабство к этим начальствам и властям. Переживаем на себе. Что это такое? Для того, чтобы судить их потом. Потому что Иисус взял весь грех и не согрешил. Адам и Ева, как один пророк сказал. Адам и Ева жили в совершенном мире. Были совершенными людьми. Избрали неповиновение Богу. Невеста Христа живет в самом несовершенном, развращенном мире. Имея в самой себе вот эти вот желания. Вот эти вот помыслы. И она избирает послушание Богу. И это нанесет решающее поражение демоническим силам. Которые не смогут ее задушить, обмануть, задавить. Проблема не в том, что кто-то упал. Нет. Потому что кровь Христа поднимает нас. Мы оправданы Его кровью. Грех. Так вот к слову сюда. Грех не победить. Почему мы вот... Кто-то сказал, что... Что останавливает людей от того, чтобы грабить, насиловать. Вот просто вот так вот на улице. Страх наказания. Так бы уже делали. Потому что как только уходит власть с улицы, люди, в них просыпается зверье. Они начинают убивать, насиловать, грабить и делать, что хотят. Вполне приличные люди. Страх наказания держит их. То, что их посадят в тюрьму за это или убьют. Но когда этот страх уходит, все, падает планка. Этот зверь, антихрист, вырывается из человеческой вот этой природы падшей. Так вот, мы где-то вот похожи. Почему я не грешу? Чтоб Славик меня не увидел. Или Рома. А если Рома узнает? А если Сережа узнает? А если мама узнает? Ладно, не буду грешить. Все. А если в церкви узнают? Да, потом будут думать обо мне плохо. Выгонят меня. Пока у нас это есть, грех нас будет побеждать. Одно, одно, это страх перед Богом. Давид сказал, тебе единому я согрешил. Хотя, простите, он изменил там и жене своей, и Урию там нормально подставил. Он говорит, Бог, я против тебя сделал лукавое. И вот страх Божий, он освобождает от греха. Когда мы боимся грешить, потому что мы перед Богом ходим. Я боюсь огорчить его, не брата, сестру, церковь, родственников. Кто-то меня знает. Не из-за этого, но прежде всего он. А он видит меня, когда никто не видит. Когда я ложусь перед сном и о чем я думаю. Или когда я там увидел и что-то о чем я в этот момент подумал. Страх Божий, он спасает от преисподней. Он удаляет от зла. И это начало мудрости. Это у всем вам страха Божьего. Вот так. На этом и полнота должна быть наполнена. Воля Божья. Она вот так вот звучит. Все и во всем Христос. Все и во всем. А это все и во всем. И даже то. Все и во всем Христос. Все. Сто процентов. И вот то чем наполнено мы называем полнота. А кто его полнота? Которая есть церковь его полнота наполняющего все и во всем. Нами. Нами. Он наполняет все. Нами. Вот такое у нас серьезное, вечное предназначение. Дай Бог, чтобы оно где-то утвердилось и наше восприятие жизни изменится. Мы будем смотреть на кратковременные легкие страдания с радостью. Это не будет больше для нас. Вот сама причина. Надо срочно генератор купить. Срочно. Нет света. Но мы будем понимать, это работа с характером. Вы же смотри, что в тебе поднялось. Сколько гнева. Сколько слов вышло. Сколько ропота. Еще не били даже, не били, ничего не забрали за имя Господа. Да? Но это же про нас все. Что за несправедливость. Через дорогу есть свет, у меня нет. Что это такое? Как будто жаловаться надо. Это Украина, это Россия. Конечно, у них у всех свет. А мы простые люди. Ну и дальше. Мы начнем воспринимать это по-другому. Ага. Испытание. Ага. Искушение. Ага. Скорбь. Окей. Это не просто так. Это значит, куда-то меня Господь сейчас хочет передвинуть. Что-то мне открыть. Это значит, надо пройти. О Господь, дай мне силы это пройти. Сколько? Два, три дня, неделю. Месяц. Месяц. Ну хорошо. Серьезные бои требуют серьезной подготовки. Если праведность наша не превзойдет праведности Майкла Тайсона. Потому что этот монстр каждый день в четыре утра вставал и бегал. В дождь, в снег. Неважно. Почему он всех убивал там на рынке? На рынке, на ринге. Ну он там и вне ринга, да, убивал периодически. Потому что человек, у него была вот тут фишка, понимаешь, в голове. Я все сделаю. Все. Чтобы быть чемпионом. Я не готов в четыре утра вставать. Серьезно. Да не помню, когда последний раз вставал. Когда, наверное, свет дали. Посреди ночи я встал в четыре утра загрузить видеоролик на Ютуб. А этот человек вставал и говорит, что бегом. Потом тренажерный. Потом бить морды. И, конечно, он выходил на рынок. Он духом уничтожал соперника. Много лет подряд. И все знают, кто это такой. Поэтому все засмеялись. Я же не сказал там Вася Петров. Такой Вася Петров. Никто его не знает. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за откровение, что Ты даешь. Мы ищем, действительно ищем понимание этой тайны. Мы молимся, Господь, чтобы церковь, она пришла в зрелость. Чтобы мы пришли, и наше восприятие, оно изменилось. Отец, мы не хотим, как мирские люди, думать, гневаться, бегать, искать чего-то, переживать, беспокоиться, бояться, похотливо хотеть. Мы молимся, чтобы наше мировосприятие было изменено истиной. Чтобы Дух Святой сформировал Ишуа Машиаха в каждом из нас, в нас в целом. И мы пришли в меру полного возраста Христова. К познанию этих тайн и жизни в откровении этой славы, которая освобождает.